здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий большое спасибо что смотрите и здесь пожалуйста этим видео лайкайте комментируйте сегодня нашим гостем будет политик судья в отставке юрист денис неведомский здравствуйте денис здравствуйте виталий здравствуйте друзья ну перед тем как начать наш разговор я хочу напомнить что кроме youtube канала фейсбук у меня также есть и телеграм-канал дикий лайф пожалуйста воспользуйтесь им там кроме размышлений дискуссии существует возможность появления программ и в аудиоверсии соответственно видео думаю что это будет для вас полезным присоединяйтесь пожалуйста ну и в общем начнем с основных событий понятное дело что международная жизнь она бурлит мы об этом тоже поговорим но я конкретно об украинских делах я недавно обратил внимание один из представителей вооруженных сил украины давай интервью сказал о том мили соколов что сотрудникам тцк надо дать право стрелять в людей по его мнению военкомы не имеет возможности выполнять планы по мобилизации поэтому они абсолютно беззащитны что вы по этому поводу думаете во первых то что уже стали в эфир выпускать таких персонажей это уже само по себе знак того что не все хорошо в датском королевстве так мягко говоря раз уже в прямом эфире озвучивают такие скажем вещи которые но никак не бьются с цивилизованным демократическим кита правом государстве все это продолжение то история которой мы с вами говорили на прошлых эфирах о том что общественный договор был властью нарушен и на сегодняшний момент договора просто не существует есть принуждение которое используется властью при помощи силового аппарата и карманных медиа выступающих таких как гражданин соколов корчинский и тому подобное и есть народ который находится в состоянии у боксеров есть понятие когда боксер пропускает сильный удар он не понимает что происходит его добивают станет гроги называется но сейчас народ находится в состоянии гроги он пропускает удары со всех сторон и у него даже нет времени на то чтобы восстановиться каким-то образом понять где он находится каким образом себя защищать власть четко определилась что есть опричники которые представляют ее интересы которым дано разрешение на все что угодно и защиты на воду искать негде и есть народ который оказался под вот этим сапогом под принуждением это очень печально для государства потому что как бы не закончилась война вот это состояние но само собой само по себе не пройдет то есть без каких-то глобальных изменений в обществе государстве переучреждений одного общественного договора это всегда болезненный это фундаментальный процесс ситуация сама по себе не разрешить мы получаем огромное количество людей из птср разочарованных как государством так и властью прежде всего разочарованы идеи которые они защищали и людей которых унижали все это время то есть ваш однофамилец рассказывает о том как необходимо с ухиллянтами то есть с людьми которые не хотят идти на войну надо поступать как с недогражданами то есть их надо ограничивать во всем ограничивать и гражданские свободы нарушать их конституционные права то есть и это должно стать в порядке вещей то есть по большому счету проблема с мобилизацией сводится к одной единственной причине то есть отсутствие мотивацию людей когда люди видят что государство нарушает в отношении них общественный договор не соблюдает их конституционные права фундаментальные природные права то конечно у них нет никакой мотивации мы прекрасно помним какая мотивация была у людей двадцать втором году действительно люди шли добровольцами огромное количество добровольцев и сейчас как бы те люди которые пошли двадцать втором году и скорее всего уже нет олене или ранены травмированы или погибли и для того чтобы удержать вот этот вот настрой людей на защиту государства для этого власть должна была приложить максимум усилий она должна была понимать что краткосрочная перспектива это еще не все то есть есть среднесрочная долгосрочная перспектива для нее надо работать кропотливо работать не единым марафоном работать реальными делами потому что вот как есть известное выражение что можно сколько угодно обманывать небольшое количество людей или долгое или короткое время обманывать всех вы нельзя долгое время обманывать всех вот сейчас мы столкнулись именно с такой ситуацией поэтому здесь проблема не в том что от и цк мало полномочий у них слишком много полномочий для государства для нормального цивилизованного государства то есть фактически они уже вышли далеко за рамки своих полномочий чем нарушена статья 19 конституции украины суды боятся в большинстве своем выносить решения и ограничивать их права правоохранительные органы тоже закрывают на это глаза потому что они тоже в теме и вдоль фактически у людей сейчас защиты нету никакой и людей назначают тухиллянтами коллаборантами то есть все кто поет не с нами тут поют против нас вы знаете на самом деле эта тема очень широко смотрите вот недавно представитель одного из подразделений 3 штурмовой давал интервью я умышленно не называю фамилию он сказал что проблема с мобилизацией не связаны с действиями неадекватными тцк он так не считает он считает что эта проблема общество которое не доверяет тцк ну честно говоря мне кажется что люди живут как бы другой жизнью совершенно да по воспринимая ситуацию а вы можете назвать основные критерии а почему действительно люди то есть обычные граждане не доверяют тцк и другим органам которые связаны с мобилизацией почему такое происходит прежде всего что такое тцк давайте тцк это квинтэссенция сегодняшней власти она олицетворяет собой то что является собой является бой сегодня сегодняшняя власть которую мы имеем которая нас имеет это орган который давно вышел за пределы своей легитимности это орган который нарушает законно решает конституцию и государство его в этом поддерживает более того мотивирует и направляет то есть единичные случаи наказания военкомов когда они уже там вышли за 4 миллиона украденных денег да уже как бы государство включается потому что ему самому нужны эти деньги ну и чиновникам то есть это уже ураборос который сам пожирает собственный хуст это орган которому не то что закон не писан а наоборот его еще и такие товарищи как мы уже перечисляли говорят что давайте им еще дадим больше полномочи на что стану скажите если ткшники начнут стрелять в людей давайте вот просто логику включим разве это увеличит мотивацию людей эти варны но не солдат тот человек которого за загнали в окопы ранив его испугав его там унизив его надругавшись ну сейчас называют цифры такие около ста тысяч с зачем на сегодняшний момент я думаю что это так по самым скромным подсчетом то есть тцк тоже они у них нет задачи комплектовать армию них есть задача выполнить планчик у каждого и кого каждого из планчик мы там уходили уходили от советского союза плановой экономики от показателей от статистики то есть была притча во языцах практически сейчас к этому всему вернулись только в гораздо худшем варианте и задача не собрать армию которая будет защищать страну задача выполнить планчик а какого солдата больного хромого не платежеспособного загнать на фронт вот это выполненная задача как такие солдаты будут воевать мы сейчас видим наблюдаем это не та армия которая в двадцать втором году проводила контрнаступления без всяких медиа ресурсов медиа контрнаступлений которая реально освобождала большое количество территорий что люди были мотивированы они верили в то что они делали потому что солдат который у которого есть идея он действительно намного сильнее солдата который демотивирован сейчас на фронте огромное количество демотивированных солдат вопрос очень простой мотивировать солдат можно только собственным поведением я уже говорил что там приводил пример разных стран где дети и родственники и сами депутаты и чиновники вступают в ряды собственной армии собственным примером показывают как надо защищать свою страну это лучший пример и лучший пример когда не рассказывают о том что у нас нет коррупция всех то говорят из коррупции там чемодан вокзан польши как сказал один фрик по фамилии портник не лучшая мотивация это собственный пример когда нет коррупции когда у начальника главного один единственный френч 1 единственная трубка которая ему заменяет все все богатство мир когда бывший министр обороны идет на войну а его сын погибает на фронте и племянник погибает на фронте тогда можно говорить о том что люди не люди не терпят быть обманутыми да они терпят эту ситуацию внешне они как правило боятся выступать против власти потому что она сильнее людей люди разобщены мовой верой всеми этим моментами которые на самом деле должны люди объединять и люди разобщили вот разобщенных людей бить легче поэтому это и происходит а собственного примера нету коррупция процветает к скандалы коррупционные чуть ли не каждый день мы читаем депутаты которые призывают всех бусифицировать всех отправить на фронт сами не воюют их родственники не воюют конечно какая может быть у людей мотивация кстати вот по поводу бусифицировать вот этот депутат тоже этические соображения называть представитель партии голос киевсовете всех почему не назвать народ должен знать своих героев соросята партия голоса ну да так вот она сказала о том что не мобилизовать не призвать а именно всех бусифицировать нашем понимании но мы же понимаем о чем идет речь это насильно в общем-то толкать в какое-то транспортное средство и увести там патрика на влк да то есть я думаю что это оговорка же по фрейду правильно я не думаю что это оговорка я думаю она сказала это с полной скажем так ответственностью при этом чтобы уважаемые слушатели понимали все вот эти вот грантовые организации финансируемые фондами сороса и тому подобными они все на сто процентов забронированы от мобилизации то есть те люди которые забронированы тем которым фронт не грозит всех остальных отправляют в окоп это то о чем мы говорили что мотивировать людей можно не разрешив в них стрелять и разрешив отлавливать не запрещая им элементарные возможности прокормить собственную семью наоборот государство должно полностью взять ответственность за их детей за их семьи за их здоровье если не дай бог с ними что-то случится и только тогда люди поверят этому государству и будут знать что они защищают премьер-министр финляндии там был такой и вот он когда обсуждался накануне войны с советским союзом оборонный бюджет он говорил что главное это не тратить там какие-то баснословные суммы на вооружение главное создать такой образ жизни чтобы люди хотели его защищать вот это на самом деле важнее дальнобойных ракет важнее в 16 важнее всего то есть можно защищать из отечественным оружием в руках свою землю просто люди должны быть мотивированы мотивация она берется из собственного примера тех кто людей возглавляет той же израильской армии нету приказа вперед есть приказ за мной почему у них постоянно средний и высший командный состав имеет такие же потери по уровню как рядовой состав даже больше потому что за собой ведут люди и власть за собой людей должна вести на войну они выталкивать их вперед а сами оставаясь там в тылу в тепле безопасность давайте об этом поговорим но это же парадоксально в украине 524 прокурора имеют статус людей с инвалидностью об этом сообщил офис генпрокурора на запрос одного из депутатов но правда этот депутат относится к партии порошенко по европейской солидарности но смысл идет и в чем собственно состоит смысл в органах прокуратуры 831 человек со статусом инвалидности из них это 524 как я сказал прокуроры в офисе генпрокурора работает 66 человек 20 66 человек со статусом инвалидности одни инвалиды из них 26 прокурор сап 3 человека со статусом инвалидности на двое из которых прокуроры также в областных и окружных прокуратурах работает 762 человека со статусом инвалидности среди которых 496 прокуроров ну в общем ужас одни инвалиды это ж как машина-то государственная работает печатая эти ксивы и решение по поводу инвалидности это вызывает агрессию у многих кто об этом знает мы с вами эту тему уже обсуждали на предыдущем эфире там скажем небольшую ремарку я добавлю первых прежде всего инвалидность они все получили еще при порошенко и связано это было прежде всего с дополнительными выплатами пенсионными там надбавками и тому подобное то есть многие еще и убд чтобы понимали эти инвалиды имеет то есть это еще дополнительные льготы и это сам прокурор забронированы им не грозит на сегодняшний момент мобилизация то есть инвалидность не сильно помогает просто это еще один способ для того чтобы добавить себе финансовых ресурсов то есть у нас сложилась не европейская не цивилизованная система она сложилась система еще скажем так дореволюционная до семнадцатого года то есть это было такое понятие кормления да если помните то есть воевод назначали на кормление то есть им платили там совсем минимальную какое-то жалование не платили вовсе и они сами себя кормили то есть у нас должность государственного чиновника рассматривается не как возможность реализовать там свои какие-то амбиции оставить свое положительное имя в истории там реализовать какие-то глобальные там проекты или региональные проекты это кормление просто подъедаться я прекрасно так работает система есть конечно исключения но скажем так они лишь подтверждают правило что система построена именно на кормлении вот и соответственно чиновник тот же прокурор имея возможности имея скажем так административный ресурс максимально выбираю выбивают себе льготы то есть то что не может сделать обычный человек они делают так и полностью при помощи своей должности находясь внутри системы и пользуясь ее обслуживаю и пользуясь ее благами кстати чтобы подытожить я скажу в украине проверяют решением сек об инвалидности по 1695 должностным лицам об этом пафосно сообщил минздрав типа они не были в курсе такой билетом минздрав копнуть то там тоже есть куча людей которые схеме доли по крайней мере почему-то министр считает нужным партиянская структура она же не просто так взялась конечно каждую каждого чиновника есть сверху чиновника тот еще выше а тот находится или в офисе или в кабмине или верховной ради и не бывает такого что какой-то там взял там и долгое время людей обелечивал ему ничего не было ни таких и такие викинги говорится долго не живу поэтому эта система которая работала стройно до тех пор пока там на это место человека не перекупили или необходимо было какая-то перемога на фоне постоянных взрат для власти медийно и нужно было это показать то есть это лишний раз показывает о том каким образом система себя обеспечивает и как скажем какие невозможные условия созданы для тех людей которые к этой системе не принадлежат вот я об этих людях по которым значит проводятся проверки решением секс налоговая служба украины это 32 процента от общего количества проверяемых прокуратура 26 процентов таможенная служба 17 работники органов 25 короче это по 6 то есть там своя жизнь там свои условия и там свои решения ну а теперь это правда очень интересно значит вы знаете о том что я как юрист вам обращаюсь верховный совет незаметно убрал возможность конфискации имущества у коррупционеров которые по новому закону могут избежать тюрьмы путем заключение сделки со следствием более того значит депутаты которые об этом прознали даже представители власти чтобы на какие-то подводные игры они были в шоке и сказали что будут эту историю как-то регулировать общество когда об этом узнало они были просто потрясены то есть я говорю о реакции в соцсетях и так далее я понимаю что у нас расслоение или там какая-то кастовая система сословное общество но это уже переходит все границы как вы к этому относитесь что думаете по этому поводу как юрист закону уже если принят то какие уже могут быть регулирования то есть уже уступил вносить какие-то другие законодательные инициативы чтобы у нас каждый день у нас каждый день возникает столько информационных поводов благодаря войне в кавычках что очень скоро народ об этом забудет ситуация будет действовать то есть это как раз меня не удивляет она укладывается полностью в логику всех событий то есть не могут быть мыши против сыра и для того чтобы тот кому обращается с приказом или с просьбой сверху донизу те донизу должны понимать что они тоже заботятся в крайнем случае все равно награбленное останется с ним заплатят какую-то там часть и остальное все останется и выполненное задание тоже не пропадет дар в общем я так понимаю что они живут своей жизнью у них свои правила игры стимус добавить себя защищает позитивная она или отрицательная какими она наполнена качествами такими она себя защищает ну если там наверху живут другой жизни у них все хорошо как об этом говорят факты да то обычные люди переживают весь этот ад и ужас ежедневной военной жизни и тут интересное такие появляются события значит понятное дело что представители власти говорят это и псор российские нарративы но тема уже всплывала несколько раз речь идет о том что хотят убрать кирилла буданова с постам главы военной разведки и назначить заместителя главы сбу александра поклода есть такой человек кстати с интересная очень достаточно ну будем говорить неоднозначной репутацией но конечно же андрей ермак подразил сказал что все неправда ну и началась эта кампания но уже неоднократно говорили о том что хотят убрать буду она потому что он проявляет политические амбиции и это означает что с ним могут поступить точно так же как с заложным который рассматривался своими властью как конкурент и сейчас продолжает рассматриваться он находится в великобритании я скажу и напомню что буданова предложили говорят должность или там значит роль послав на турции он отказался понимая сложившуюся ситуацию то есть история обрастает дополнительной инфой как снежный ком что вы скажете переход от качества политик качество чиновника в качество политика он это всегда для каждого человека это рубикон то есть человек человеку необходимо принять решение то есть это поступок очень серьезный который предусматривает потерю безопасности потери комфортности и определенные очень серьезные риски как репутационные так и физически что мы наблюдали на примере то есть заложного были все скажем так возможности для того чтобы остаться любимым людьми политиком то есть он уже зарекомендовал перед людьми как генерал которого уважает армия которого любит общество то есть у него было вполне конкретное политическое будущее вот но у человек сделал свой выбор то есть его отправили он радостно взял знаете сектор приз есть тех деньги есть сектор при создан выбрал деньги условно и это чек политиком уже не станет никогда даже при всей медийной работе там даже при скажем так кран крайне короткой памяти нашего народа то есть человек который уже публично выбрал вместо приза как политической карьеры он выбрал деньги то есть он уже сбитый лючий то есть на это офис президента и рассчитывал то есть они убили его рейтинг еще тем более сейчас через свои там унн и один и плюс один и подсвечивают что он там женой как мило в лифте там на горках на футбольном матче то есть это как бы вроде как позитивная информация но люди находящиеся под обстрелами люди находящиеся в крайне нуждающихся обстоятельствах видя человека который улыбается на все 32 зуба тот который должен был которого они верили надеялись что с ним будет и победа и нормальная жизнь то есть они эта информация воспринимается в негативных то есть это продолжает убивать его рейтинг в очень тонко офис президента и дело та же самая ситуация сейчас складывается с будановым был бы данного тоже предложили сектор приз и деньги жизнь предлагает сектор приз офис предлагает взять деньги то есть послу послом турции там это конечно не великобритания он тоже неплохо я думаю для того чтобы как говорится что еще нужно человеку чтобы безбедно встретить старость да помните белое солнце пустынь вот и в этой ситуации у буданова точно такой же выбор него очень высокий действительно рейтинг среди простых людей то есть он умело свое время объединял и медийную свою деятельность и фактическую работу которую он выполнял то есть он стал фигурой и офис чувствую о том что особенно в сфере в свете изменений в американской политике рано или поздно придется идти на выбор как бы не хотелось но вы придется поэтому они начинают работать с теми кто имеет высокий рейтинг вот заложенный уже сбитый летчик они можно забыть буданов как бы следующий человек у которого сейчас будут предложения если он не согласится начнутся компромат лага то работа которым занимался она предусматривает наличие такого материала который как бы общество может не понравится поэтому сейчас будет данном складывается ситуация такую такая которая сложилась заложным он либо станет политиком откажется он может сделать и как и заложенный мог собственно сделать он мог действительно уйти из армии поскольку его уволить могут но он мог не принять вот эту подачку в виде должности посла в великобритании то есть он мог остаться со своими там мог пойти с батальоном каким-то на фронт возглавить какую-то бригаду то есть показать что он с народом используется возглавить какую-то волонтерскую в конце концов организацию чтобы как бы не было таких рисков то есть он имея такой высокий рейтинг он высокий рейтинг дает определенного рода безопасность то есть если действительно не надутый рейтинг не когда человек находится в трудных обстоятельствах начинает его себе набивать а уже поздно у него как раз этот высокий рейтинг был и он мог им воспользоваться он мог сделать иной выбор сделал такой какой сделал и закончил свою так и не начавшуюся политическую карьеру буданова ровно такая же ситуация он может сделать выбор почему я говорю именно вот сейчас волна относительно ситуации вокруг буданова еще раз хочу напомнить что власть заявляет что это все ипсо российские нарративы ну как всегда в общем-то ничего не меняется вот так вот смотрите некоторые публичные шаги как пишут аналитики они очень сильно раздражают власть во первых это заявление буданова частная частая медийность то есть проявление в средствах массовой информации ну и недавно я хочу напомнить у буданова были заменены два заместителя об этом пафосно сказал умеров это было связано с какими-то там сложностями закупками ну короче какие-то оборонные закупки в других странах а что касается власти то эксперты пишут что просто ему не могут простить вот эти негативы связанные с спецоперациями в африке много рассказывал об этом заявление о кофе в крыму и так далее и так далее но я так понимаю что вы наверное правы они убирают конкурентов какой шаг может быть забуданному как вы считаете это зависит от того какие перед собой ставить цель если это человек достаточно то что амбициозно это понятно достаточно ли он амбициозный для начала самостоятельной политической карьеры найдет ли он союзников потому что народ изменчивый союзник особенно находясь под влиянием единого марафона то очень сложно будет удержать не находясь на острие не на сейчас он находится как бы в очень благоприятных условиях ему предоставлены все эфиры у него позитивная пресса то есть что формирует к нему позитивное отношение избирателей прежде всего вот когда он пойдет на конфликт а тут вариантов других быть не может он или принимает предложение сливается либо идет на конфликт и становится самостоятельной политической фигурой все это закончится у него останутся телеграм-каналы которые там возможно у него есть но явно развитых нету ему придется очень сильно и основательно подготовиться к построению самостоятельной политической карьеры мы нужно будет крепкие союзники прежде всего на западе которые не дадут по беспределу или раз она всегда решит с ним вопрос или каким-то образом его по какому-то делал запрятать тюрьму или дискредитировать по беспредел и таким образом ему придется определиться с политическим проектом и политический проект должен быть не копировать те которые были а иметь какую-то интересную идею то есть так как стартап должен быть ноу-хау которая она интересна и свежа и как бы отличается от других то есть это вполне серьезная и очень фундаментальная работа которым придется против конечно гораздо проще согласиться на какую-то подачку и ничем этим не заниматься скажите а вот вы вспомнили о заложном сейчас активно пиарят его и я думаю что очень серьезное место в этом занимают западные сми игры про сми великобритании которые поют песню одностороннюю по поводу заложных но что касается вот комментариев по поводу этого человека его называют железным генералом я не могу понять а почему он железный ведь его же уволили из-за серьезных провалов и проблем и с контрнаступлением из со слабой боеготовностью на время начала широкомасштабной войны украинских вооруженных сил и много разных претензий кстати это было насколько я понимаю основой разговоров что ведутся какие-то там криминальные дела по некоторым соратникам заложного не знаю там фигурировал или нет свое время заложный но так или иначе то есть чем железность этого человека мне вот очень интересно ли это миф есть человек есть его медиа образ если помните был такой вот такой эссе джорджа урвелла называлась вспоминая войну в испании был такой абзац что газеты во время этой войны в испании гражданской они могли из несуществующих сражений сделать эпические битвы в которых не прозвучало не выстрела а из реальных кровопролитных героических сражениях они даже не упоминалось газет то же самое здесь делается это медиа образ заложный железный то есть созвучие то есть британцы как раз очень любят аллитерацию любят очень созвучный буча тоже по-английски до бучер мясник то есть это тоже очень созвучно англоязычному слуху и поэтому создавая такой образ они создают противовес какой-то зеленскому то есть заложный для них это подконтрольный человек это их ставленник и конечно они будут пытаться раздуть его образ это проблема проблема восприятия непонимания украинских реалий украинского менталитета людей которые здесь проживают почему как бы не залазила очень долго история с перестра перенастройкой украины на вот западный лад огромные деньги вливались на самом деле диаспора большие деньги тратила и американское правительство большие деньги тратила и только в 2004 году начался какой-то процесс потому что они самое главное процесс людей возбудить какими-то ценностями но еще и настроить чтобы этот механизм работал так как он работает в америке и в западных странах а он не работает все в том что они судят по украинцам по диаспоре то есть они смотрят на людей и они думают что все украинцы находящиеся в украине такие как диаспоре а самом деле диаспоре это в америке в канаде в австралии да они там суббота воскресенье в вышиванках ходят церкву поспевают украинские песни там все остальное там иконами кобзаря ходят а с понедельника по пятницу они одевают строгие американские канадские австралийские костюмы рабочие и идут в офисы идут на стройке и там они становятся канадцами американцами австралийцы а нас и они хотят сделать что мы с понедельника по воскресенье ходили в вышиванках спевал и песни носили заря то есть они судят об украинской нации по выставочной диаспоре по субботу воскресенье не по понедельника по пятницу а понедельник по пятницу это есть та самая настоящая украина рабочая со своими сложностями своими трудностями со своим менталитетом со своими страхами это та страна которая реальности нее не видят они сделали ставку совершенно то что не работает невозможно жить стране субботами воскресенье страна живет с понедельника по пятницу а суббота воскресенье это выходные да ну а теперь поговорим о ситуации с нашими западными так называемым партнерами опять поднимают эту тему вы заметили после появления орешника вот это ужасного удара под днепру на западе начали говорить о том что украине якобы нужно помочь вернуть или создать ядерное оружие напомню что в украине некоторые политики начали эту тему обсуждать но потом выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел по фамилии тихий сказал о том что в украине официальная версия не рассматривается ну тут нью-йорк-таймс я могу ошибаться но тут из американских летимых изданий написал о том что такая мысль существует в окружении трампа и конечно же несколько раз даже как бы подымали этот вопрос для обсуждения демократы скажите ведь это же может привести к тотальной эскалации как вы к этому относитесь уже даже есть реакция медведева бывшего президента ну она как бы однозначно но в любом смысле как украине с этим вопросом возможно невозможно нужно не нужно и к чему это приведет есть вообще оцениваю такие заявления как опасную провокацию и на самом деле даже наличие ядерного оружия не помогло бы украине потому что на самом деле разница в ядерных потенциалах огромна даже создать грязную создать минимально мощные заряды а создать и дадут то есть мы даже будем говорить на что тотальные вы мордировки просто мбр прилетит на завод который уже на котором будут пытаться это сделать так только прилетит уже не пустая а прилетит уже с той самой ядерная боеголовка и вот этот запуск орешника это просто я считаю что как последнее такое китайское предупреждение даже сами разговоры о ядерном оружии о нарушении трех не ядерных принципов которые у нас заложены декларации о государственном суверенитете это очень опасная провокация это недопустимо для политиков вообще эту тему поднимать это крайне без ответ то есть те кто об этом говорят они пускай еще несколько раз пересмотрят самые первое применение пока слава богу пока единственное применение ядерного оружия в мире пускай пересмотрят пускай посмотрят каким образом это я тогда еще была маломощная уже еще не термоядерно то есть пускай посмотрят какие последствия это были для того чтобы понять глобальность той проблемы которая создается то есть это уже будет не просто разовое применение потому что тогда было одной страны больше никого не было сейчас ядерное оружие находится большого количества стран и вот этими безответственными заявлениями она провоцирует нарушение договора о нераспространении о накоплении ядерного оружия тех стран которые имеют и создание тех стран которые пока не имеют ведь если это аргумент то есть это это лучшая реклама создание ядерного оружия лучшая реклама ядерного апокалипсиса да ужас но в любом случае на западе эту тему снова мусолит что касается украинской власти то пока она особо не реагирует мы понятное дело пытается не комментировать но дыма без огня не бывает вообще очень интересно складывается ситуация все ждать прихода трампа западная пресса пишет о том что когда трамп выиграл выборы соответственно с 20 января он зайдет белый дом так вот уже стало заметно что зеленский по-другому совершенно говорит высказывая свою мысль он перешел на другой уровень до более спокойный более аккуратный более осторожный вот я хотел бы спросить вас как политика скажите пожалуйста трамп может нас удивить негативном плане ну что если позитивно это принимается как бы логично да мы на это надеемся я говорю об украинских событиях а вот что касается негативного и что тогда будет делать аренская власть априори а что тут вопрос такой негативно для власти негативно да 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 я когда я как журналист в первую очередь говорю об украинской власти потому что народ живет отдельно как бы к сожалению сейчас под лавкой и их статус-ком непонятно ну ужасающе но оно понятно что касается украинской власти конечно украинской власти украинскую власть трамп уже негативно удивил победив на американских выборах потому что свой выбор зеленский сделал когда полетел в миннесоту перед выборами на военный завод вместе с харрис то есть он уже однозначно продемонстрировал кого из кандидатов он поддерживает но это не удивительно то есть абсолютно логично демантическая партия сша сделала все для того что президентом стал зеленским выполнял перед ней свои обязанности то есть там были уже определенные договоренности он при всем желании в другую лодку припрыгнуть не сможет как бы он там не рассказывал про наше шикарное с трампом все остальное и не подстраивался что оказывается его план перемоги это такой же план мира трампа на самом деле мы все прекрасно понимаем что-то совершенно не так то ставка была сделана другого кандидата и победив трамп уже очень сильно скажем так подкосил уверенность украинской власти в светлом будущем что касается украинского народа я думаю что прежде всего трамп хороший для своего народа или хороший или нехороший американцы должны это оценивать мы к сожалению оказались такой ситуации что не имея возможности проводить выборы у себя мы следим за выбором других странах то есть каком государством сувенитете вообще можно говорить вот это самая главная проблема мы до сих пор ментально находимся в бардынском периоде мы верим светлого царя хотя бы раньше царь был наш и теперь царь чужой мы верим в чужого царя придет трамп пройдет порядок на воды говорят но трамп будет руководствоваться прежде всего американским интересом если ему назвать он такой американский националист который защищает собственного производителя капиталист который защищает собственные капиталы который ведет себя агрессивно на внешних рынках вводя пошлины и прибивая цену на нефть то есть он создает максимально комфортные условия для американских прежде всего крупных предпринимателей но и для среднего бизнеса тоже потому что планируется снижение налогов планируются преференции все это за счет как бы внешних скажем так противников экономических прежде всего и когда говорит что принесет украинскому народу но украинскому народу должно прежде всего приносить собственные решения которые на принимать не бояться смотреть дальше собственного носа помните если урла было там 1984 такое понятие как самостоп это значит способность остановиться в мозгу на пороге крамальной мысли у нас часу всех работает в большинстве народа самостоп то есть он понимает что если немножко дальше пойти развитие событий по логической цепочки то совершенно другие выводы будут напрашиваться чем те которые диктуются с единого марафона вот это главная проблема для людей не трамп не харрис там не байден а то что люди не берут ответственность за себя что такое государство суверенное люди берут ответственность за собственные поступки не боятся этой ответственность гордятся этой ответственность и принимая такие решения они честно пожинают плоды такой ответственность а мы смотрим все по разным сторонам кто нам денег даст кто нам оружие пришлю кто за нас договориться в этот самый мужа тут сами тут вось вось по принципу дайте нам деньги мы уже сами научим техас должен грабить техас вот главная проблема а не трамп и американские президенты кстати но когда мы об этом говорим то сразу нам пишут ярмо а я ярлык да о том что мы там значит поведаем нарративы россии там значит пропагандируем какой-то ипсо любой человек который имеет критическую мысль или критическое мышление он автоматически становится неугодным украинской власти и сразу же имеет негативный результат вплоть до подозрения его смотрю блогером моим коллегам там приходят подозрения и пытаются как-то позатыкать рты но я же помню не то на зеленский выступал и представлял свой план внутренней устойчивости где сказал очередной раз что украине врагов внутри нет только из внешне это что за игра но это же не правда ну все кто внутри враг это все правильно сказали криворские нарративы почему потому что это все внешние агенты внешних врагов внутри внутри все хорошо три врагов нет полностью согласие тцкшники людей тот самый заманивают высокими контрактами приглашают чай кофе бронежилеты и службу в тылу в хозяйственных частях вот люди с радостью на это соглашается на же нет ни языковых конфликтов там то есть не появились хумвейбины языковые которые ходят и люди к людям домахиваются в особенно в восточных регионах или несчастных переселенцах которые переехали в западную украину потому что их дома оккупированы или разрушены слышали кстати эту историю что около ста 150 тысяч людей уже вернулись на или фронтовые или оккупированные территории конечно об этом приворачил лупинец он сказал про стопе 130 тысяч потом был народный депутат ослуги народа максимов я не помню их не знаю потому что они все для меня ноунеймы он сейчас уже отказался от своих слов видать там с офиса нажали или с окружения президента он говорил про 150 тысяч украинцев типа официальная статистика которых не смогла помочь которым украинская власть не социальной помощью не жильем не работой в общем нет возможности адаптироваться они уходят либо в рефронтовую зону либо там где жили сейчас это оккупированная территория и там пытаются как-то выжить вот вам и реальный ответ на ситуацию дело в том что действительно какие-то жалкие копейки для выживания которые по нынешним ценам но невозможно невозможно людям прожить и возвращается на самом деле туда где есть просто крыша на головой который им еще каким-то образом ближе если эта крыша не снесена в ходе боевых действий люди возвращаются не потому что они там хотят под россию или не потому что нравится агрок от канонады потому что они находятся безвыходном положении ценные на аренду квартиры на западной украине очень высокие они поднялись в три в четыре раза больше в начале войны еще было выше сейчас чуть меньше но в начале войны были еще какие-то накопления за мирную жизнь нажитую сейчас она все закончила сейчас нету бизнеса нет работы и скажем подкожный жир закончился люди возвращаются просто под крышу над головой это не потому что они любят россию потому что у них нет выбора у меня приятель он живет под киевом и обломки выпала или дрона повредили ему часть дома крышу и конечно же кусок стены ну как-то кусок стены они урегулировали нашли кирпичи сделали а вот так что касается крыши временно взяли несколько рекламных огромных бордов но никому не нужных и сделали кусок крыши чтобы просто не протекала потому что жить как-то нужно и пришла комиссия она как бы составляется с представителей внутренней местной власти и они говорят так вы уже что-то сделали мы не будем это оплачивать то есть у вас уже все нормально нож по виду как бы напоминает крышу значит этот не процесс и не вариант чтобы мы как бы решали эту задачу вы ее сами решили и моего приятеля это заняло очень длительный период пока не выбили какие-то мизерные деньги чтобы как-то что-то там урегулировать хотя власть на каждом шагу и на телемарафоне депутаты рассказывают что деньги на все есть и возможность отрегулировать все проблемы как бы существует и тут я вижу бывшая глава не знаю руководит ли она сейчас партии слуга народа или нет говорила о том что государство не в состоянии выплачивать нормальные деньги за уничтоженное или разбитое жилье и помочь как бы не может то есть эта история катастрофически провалена что вы по этому поводу думаете здесь опять же весь вопрос расставленных приоритет если приоритетом для власти была мотивация людей если приоритетом для власти было создание людям максимально комфортных условий для жизни безопасности развития то и не было никакой войны поскольку приоритеты другие то вот это то что происходит это все по остаточному принцип принципу то что не пошло на глобальные какие-то проекты вы выйти будивництва и тому подобное на этот самый на армию ту какие-то крохи распределяются под очень серьезную пиар-компанию для того чтобы как-то показать что власти люди кто же заботится забыл и заботилась о людях мы бы не оказались все в такой ситуации ну вот еще раз хочу подчеркнуть глава партии слуга народу шуляк я не говорил заявила что государственная политика вопросе поддержки переселенцев полностью провалена не знаю там сейчас оживилась вращу к она была раньше министром который отвечала за это все дело но теперь она в офисе президента там советует ермаку как себя действовать и вести в такой ситуации она выступила с категорическим возражением сказал что не все так плохо в датском королевстве но факты говорят сами за себя ну мы ставим три точки на денис очень вам благодарен спасибо что нашли время спасибо что поделились своими мыслями и ответили на мои вопросы жму вашу руку надеюсь нам блага вспомнить в будущем спасибо виталий всего доброго друзья спасибо всем кто смотрел сегодня нашим гостем был украинский политик денис неведомский судья в отставке и юрист меня зовут виталий дикий это канал дикий лайв также напомню я имею одноименный тоже дикий лайв телеграм-канал пожалуйста обратите на него внимание там кроме обсуждений дискуссий событий которые являются актуальными резонансами по моему мнению также выкладываются видео версии и аудио версии программ которые выходят на youtube канале дикий лайв я думаю что вы разобрались том что я произнес не теряйте оптимизм с большим уважением виталий дикий через небольшой промежуток времени встретимся всего хорошего